Мы сейчас в одной маленькой местной забегаловке. Еду сейчас в посольство Индонезии. И сейчас походу из окна полоса буду показывать вам вид пинанга. Кстати, это такая особенность пинанга. Очень-очень холодят салоны автомобилей, самолета, такси. Как будто бы в морозилку садитесь. Я, кстати, удивляюсь, много хороших машин здесь. Toyota Corolla, Fonda, такие приличные машины. Таких развалюк, типа шестерок советских, как Жигулей, практически не видно. Какая-то автобусная станция. Оплата за проезд происходит на месте. Платит вон такой автомат. Еще одна особенность пинанга, особенно района Джорджтаун, где мы поселились в гестхаузе с семьей, это наличие огромного количества улиц с односторонним движением. Я не знаю, как здесь местные ориентируются по всем этим закоулочкам, но у нас движение существует, значит, ориентируется. Автобусы, на удивление, все чистенькие аккуратные. Везде кондюр, проводят, проводят. Немного нужно пройти автобусные остановки до самого посольства Индонезии, здесь в Малайзии. И знаете, какая деталь интересная? Когда вы расплачиваетесь за проезд в автобусе, вы должны заплатить или ту сумму, которая указана в тарифе, вот сейчас это рубль 40, получается, 1 рентгит и 40 центов, или больше, потому что водители сдачи не дают вообще, не принято давать сдачу, по-моему, вот сюда он сказал. Вот, продолжим мысль, я чуть-чуть там не туда свернул. Получается, что вы платите ту сумму, которая указана в тарифе, или больше, водитель сдачи по факту не дает. Так что, если у вас только крупная купюра, то плакали ваши денежки. Вот удивительно, к любому человеку подходишь здесь, все говорят по-английски, что старт, что млад. Водители автобуса, школьники. Спасибо, спасибо. Спокойно понимают, спокойно объясняют. Если вы что-то не допоняли, 500 миллионов раз не повторят, или позовут кого-то на помощь. Даже будут готовы провести вас. Если бы ночью вы видели, какой шел кривий. Просто невозможно было разговаривать, находясь даже в комнате, так тарабанил дождь. А сейчас настолько все сухо, ну почти, очень все быстро высыхает. Только солнце взошло, все моментально испаряется. Такие вот перемены погодные в Малайзии. Посольство Индонезии на Пенанке. Ориентир будет сингапурское посольство, юресборд госпиталь Пенанк, адвентист хоспитал. Что-то, видимо, связано с адвентистами седьмого дня. Друзья, я нахожусь сейчас возле входа в посольство Индонезии в Малайзии на острове Пенанк. Только что забрал наши паспорта с визами. Вклеили визы на 60 дней. Всей нашей семье 5 человек. Вчера мы в магазин один ходили, покупали мелким, перекусили. И Настюша наша просила какую-то сладость. И мама посчитала, что это неактуально ее покупать. И мы вышли из магазина, стоим возле витрины. И Настюша, ну, как ребенок, может капризничать? Она капризничает, ножка там притопнула, что купите мне то, что я хочу. Мы ее уговариваем, что на литингопаде пойдем. Это не полезно и так далее. В этот момент выходит продавщица из этого магазина и дарит Насте игрушку, маленького плюшевого мишку. Ну, разумеется, Настя сразу успокоилась. Друзья, только недавно разглагольствовал о том, что если у вас нет суммы, выполненные по тарифу для плата на поступки, то платите без дачи. Вот я сейчас сам попался в такую ловочку. Проезд стоит 1,40 руб, а я заплатил 5 рублей. 5 рингвейт. На 5 рингвейт можно неплохо покушать. Я переплатила. Почитайте сами, насколько я вас. Когда предоспособствуются в Индонезии, они здороваются за руку, собрались органики. Как будто мы уже с полицейским друзьям. Как бы спрашивают, как дети, почему без детей. Мы сейчас в ПП зашли. И смотрите, как бы перед тем, как нам принести еду, просто принесли 5 стаканчиков воды. Бесплатно как бы купить водичку, потому что на улице очень часто. Ну, прикольно. Неожиданно. Вода вроде бы ничего не сказала, но приятно. Подрюшка, вкусная водичка? Да? А ты приезжай? Мост на грядой 13 с лишним километров от водой. Мы стираемся. Сейчас мы будем приезжать. В аэропорт. Мы сейчас купили там на рынке арбуз, думали, успеем в номере съесть. Вот там завернули в пакет. Или ты сама в пакет положила? Я положила. Ехали быстро такси, и когда не успели даже прикоснуться, пришлось вот здесь вот сейчас его доедать. Арбуз очень вкусный, сладкий. Без косточек. Да, здесь косточек раз. Ангрыш, будешь? Супер сладкий. Я не локомотив. Мы сейчас сидим в аэропорту Купенанго. Перенесли наш рейс с 16-25 на 17-15. Ой, 17-45, 17-15 уже будет вордин тайм. Взяли мы билеты в компании Малинга. Ээр с таким дракончиком в логотипе. Детям очень нравится наблюдать за самолетами. Вид на пиданк из аэропорта. 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 Мы ехали по этому мосту, да, мы на остров мы заезжали по этому мосту, 13 с лишним километров, ты видишь какой остров? Огромный длинный мост, я никогда такого моста длинного не видел Смотри, как тебе дома? Дома? Мне нравится, как тебе дома? Хорошо, они плавают там Смотри, какой мост, видишь? Смотри, вот сюда Как это называется? Лисовые поля Лисовые поля Я в жизни не видел столько пальм Ты видишь машины, как по дороге ездят? Да И вот опять мы в аэропорту Куала-на-Кура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова